Здравствуйте, меня зовут Гузель Газизова и сегодня я буду вашим личным банкиром. Сегодня я познакомлюсь с одной из дистанционных услуг АФ-банка под названием интернет-банк АФ24. Вы узнаете, как тратить меньше времени и денег на совершение банковских операций, какие из них можно совершать, не посещая офисы банка. Ну и по традиции в рубрике «Финансовый гений» вас ждет знакомство с великим финансистом. Сегодня, дорогие телезрители, мы находимся в главном офисе АФ-банка и я вас хочу познакомить с начальником управления дистанционных и комиссионных услуг Альбертом Назаровичем Насибулиным. Здравствуйте. Альберт, скажи, пожалуйста, насколько востребована услуга интернет-банк и какие новые услуги в ближайшее время планируется внедрить для наших клиентов? Современный интернет-банкинг, весьма развитое направление банковской деятельности в странах Западной Европы, Америки, Азии, постепенно находится и у клиента и в России. АФ-банк предоставляет высокотехнологическую платформу для дистанционного доступа своих клиентов, а именно систему интернет-банка iobank24.ru. Как показывает опыт, за дистанционными банковскими услугами большое будущее. Это удобно как клиентам, так и банкам. Современный интернет-банкинг – это весьма развитые направления банковской деятельности в странах Западной Европы, Северной Америки и России. Интернет-банкинг берет свое начало с 80-х годов прошлого столетия, когда в США была создана система хоум-банкинг. Для удобства АФ-банк предоставляет высокотехнологичную услугу интернет-банк iobank24, благодаря которой владелец нашей пластиковой карты может совершать денежные операции, находясь дома, на работе и даже на улице посредством всемирной паутины. В рамках данной услуги клиент, физическое лицо может совершить следующие операции. Просмотреть выписку по счету или по карте. Экстренно заблокировать банковскую карту, в случае ее утери или необходимости временно приостановить действие карты. Совершить моментальный платеж, например, пополнить баланс своего сотого телефона, оплатить интернет или услуги ЖКХ. Составить платежное поручение с произвольными реквизитами получателя. Сделать мгновенный перевод на карту или счет другого клиента АФ-банка. Создать шаблон платежа, перевода или платежного поручения для того, чтобы каждый раз не набирать реквизиты снова. Запланировать платеж, перевод или платежные поручения на нужное время. Создать виртуальную банковскую карту для покупок в сети интернет. Создать шаблон платежа для услуги SMS-банк АФ-СМС. Посмотреть курсы покупки и продажи валют в АФ-банке. При наличии у клиента счетов в иностранной валюте купить или продать валюту по курсам АФ-банка. Преимущество данной услуги заключается в том, что клиент может пользоваться данной услугой 24 часа в сутки. Например, пополнять баланс сотого телефона даже ночью, не выходя из дома. Все операции клиент совершает удаленно через интернет. Это позволяет минимизировать время на совершение банковских операций. Издание виртуальной карты для покупок в сети интернет занимает считанные секунды, и вам не нужно для этого писать заявление в банке. И главное, тарифы за совершение операций в интернет-банке ниже тарифов аналогичных операций в офисах. Со всеми услугами дистанционного обслуживания вы можете ознакомиться на сайте www.afbank24.ru. А сейчас я бы хотела вас познакомить поближе с наиболее интересными услугами, предоставляемые через интернет-банк АФ-24. Одной из важнейших операций в АФ-банке 24 является платежное поручение, перевод денежных средств юридическому или физическому лицу на счет в другом банке. При этом клиент сам указывает реквизиты получателя. Контрольный срок перевода – 3 рабочих дня, согласно законодательству Российской Федерации, но, как правило, средства доходят до получателя в течение суток. Важно заметить, что по умолчанию клиент может совершать платежное поручение на сумму более 100 тысяч рублей в сутки. При необходимости перевода больших сумм необходимо написать заявление об увеличении лимита платежных поручений. Если перевод денежных средств осуществляется одному и тому же получателю, то очень удобно использовать шаблоны платежей. Заведите шаблон, и в следующий раз вам нужно будет только указать сумму перевода. Комиссия составляет 0,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей. Следующей важной услугой является прием платежей. Прием платежей – это перевод денежных средств клиентов в целях оплаты каких-либо услуг. Через АФБанк 24 клиенты могут оплачивать следующие виды услуг – сотовая связь, телевидение, интернет, коммунальные платежи, покупки в магазинах, а также совершить благотворительный платеж. Можно ли оплачивать покупки по интернету и каким образом? Да, конечно. В последнее время интернет-шоппинг стал очень развит. АФБанк 24 позволит вам минимизировать риски виртуальных покупок. Специально для таких клиентов разработана услуга – виртуальная карта, с помощью которой вы сможете оплатить свои интернет-покупки. Какой срок действия у виртуальной карты и лимит ее в сутки? Максимальный срок действия карты – 6 месяцев с даты открытия. Максимальный лимит расходования денежных средств по виртуальной карте – 50 тысяч рублей в день. Максимальное количество раз использования виртуальной карты – 5 раз в сутки. При этом виртуальная карта прикрепляется к счету вашей пластиковой карточки, и все операции отражаются в выписке. Какие системы защиты от мошенников вы предоставляете? Отдельное внимание хотелось бы уделить безопасности системы АФБанк 24. Тем более, что современные мошенники-хакеры не дремлют. Наша система АФБанк 24 надежно защищена от взломов и постоянно обновляется. Вход в интернет-банк происходит с использованием виртуальной клавиатуры, что исключает считывание пароля различными мошенниками. Ввод пароля также производится на виртуальной клавиатуре, что исключает возможность позиционного считывания пароля. Вход в интернет-банк и совершение операции в нем сопровождается рассылка клиенту СМС-сообщений о совершенных операциях. По умолчанию клиентам установлены дневные лимиты на совершение операции, которые при необходимости можно изменить, подав соответствующие заявления в банк. Вернусь к вопросу о виртуальной карте, раскрою его подробнее. С помощью услуги «Виртуальная карта» клиент может открывать себе одновременно до пяти активных виртуальных карт, чтобы пользоваться ими в различных магазинах. Преимуществами виртуальной карты перед пластиковыми картами являются Скорость открытия карты. Процесс происходит мгновенно. Вам не нужно ходить в банк и забирать карту, так как все необходимые параметры карты будут переданы вам через AFBank24. Настраиваемые лимиты карты. Клиент может сам настроить лимиты по своей карте, чтобы при утере данных карты злоумышленник не мог снять с нее средства. Отсутствие физического носителя. Как правило, злоумышленники воруют информацию о карте при использовании самой карты. В виртуальном банке нет карты, значит нет опасности считывать ее данные. Уважаемые клиенты AFBank, мне бы вам хотелось сообщить, что AFBank является одним из немногих банков, который считает своей важнейшей миссией достижением высокого уровня и качества обслуживания. Это подтверждается тем, что любого клиента в нашем банке может обслужить руководитель высшего звена и даже председатель правления банка. На этот раз рубрика «Финансовый гений» посвящена великому экономисту и финансисту Орону Баффету. Его называют «гуру современных финансов». Сформулированные им правила ведения бизнеса стали своеобразной библией рынка ценных бумаг. Нью-Йоркские маклеры во время игры на бирже шепчут цитаты с его книги как молитву, привлекающую удачу. Одни слепо верят его постулатам, другие считают, что ему попосту везет, третьи думают, что он продал душу дьяволу. Самый богатый инвестор в мире – человек номер два в рейтинге самых богатых людей планеты Уоррен Баффетт. Стать богатым он решил еще в школе. В 11 лет он купил три акции и продал их. Его первый заработок составил 5 долларов. Но через неделю цена каждой проданной акции подскочила до 200 долларов. И Уоррен стал инвестировать только в долгосрочные проекты. В 14 лет он покупает за 1200 долларов участок земли и сдает его в аренду. Доход – 150 долларов в неделю. В 20 лет он серьезно увлекается рынком ценных бумаг. Для того, чтобы играть на бирже, он использует собственный капитал в 10 тысяч долларов – избережение отца. Баффетт игнорирует правила «Олл-стрит» и скупает акции, которые продаются ниже фактической стоимости. Это стало железным правилом Баффета. Самое сложное – обнаружить такие акции. Для этого нужны были огромное терпение и глубокий анализ деятельности многих компаний. 30 годам Баффет – обладатель 5-миллионного состояния. К концу 60-х годов его активы достигают 35 миллионов. Секрет его успеха – хороший предпринимательский опыт, знание экономики и математические способности. В 1962 году он инвестирует в убыточный текстильный завод – Berkshire Hathway. Через какое-то время это предприятие становится ядром будущей финансовой империи. Купив очередную компанию, Баффетт перестраивает ее бизнес. Если это не приносит прибыли, бизнес ликвидируется. Уоррена интересует рентабельность, а не социальные проблемы. Железные правила бизнеса. Деньги вкладываются в простой и понятный бизнес. Они в надежной компании с хорошими перспективами, сильными командами и прочными освоенными нишами. 78-летний финансист за кризисный прошлый год потерял около 25 миллиардов долларов. Сейчас его состояние журнал Forbes оценивает 37 миллиардов долларов. А на сегодня это все. Я вам желаю здоровья, отличного настроения, финансовой безопасности. До встречи!